Сегодня новости из будущего. Galaxy S8 часы от Google и iPhone 7 mini. Привет, обитатели интернета и мобильных сетей. Вы смотрите Дроидер Шоу. С вами, как всегда, Борис Виненский и Валерий Истишев. А сейчас бодро о самом интересном из мира гаджетов интернета и технологий за неделю. Поехали. Наш любимый магазин гаджетов TommyBrown.ru Все девайсы выбираем лично мы, для себя и для вас. Поэтому заходите, зацените, подписывайтесь в Инстаграме, ВКонтакте и в Фейсбуке. Заказывайте, доставка по всей России. Ссылки в описании. Разговаривать про Note 7 уже как-то совсем грустно, если не сказать опасно. Поэтому пара служков про следующий флагман Самсунга Galaxy S8. По сообщениям, смартфон будет существовать в двух вариациях. Побольше и поменьше. Оба с изогнутыми дисплеями в этот раз. Причем старшая модель получит 4К разрешения экрана и двойную камеру. Где-то я это уже видел. Еще S8 получит поддержку ассистента VIF, о котором мы говорили в прошлом выпуске. Посмотрите, если вдруг пропустили. Собственно, на этом все. И, наверное, правильно. На месте Самсунга я, пожалуй, тоже перестал бы пытаться спасать Note 7. И он начинал восхвалять следующий девайс. Похоже, Google не собирается останавливаться в своих планах производить много фирменных гаджетов. И, судя по всему, в начале следующего года мы увидим уже умные часы от поисковика. Устройства имеют рабочие названия Swordfish и Angelfish. Они будут отличаться размерами круглого дисплея на мужскую и женскую руки, соответственно. И на утекших фоточках выглядят они весьма свежо и стильно. Интересно, что Google включил весьма агрессивную политику по направлению к своим партнерам, производящим железки. Как и со смартфонами Pixel, не исключено, что новые умные часы могут получить какой-то временный эксклюзив на интересные фишки. Напомню, выход новой версии операционной системы Android Wear 2.0 перенесли на следующий год. Видимо, это и будут первые часы со свежей ОС. Хотя не исключено, что гаджеты получат эксклюзив на работу с Google Ассистентом, но это тоже не факт, что поможет продажам. А вот поссорить с LG и Huawei вполне может. Смотреть, какие страсти разгораются, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить подробности, когда они будут. А иначе для чего же мы тут? На днях к нам в редакцию приехал смартфон Asus Zenfone 3 Max. Asus Zenfone 3 Max, Droider.ru. И прежде чем делать обзор на него, мы решили провести небольшой эксперимент. Дело в том, что внутри стоит батарейка на 4100 мАч, а на сайте написано, что аппарат может прожить 30 дней в режиме ожидания. Больно уж сладко, чтобы смартфон целый месяц жил даже в режиме ожидания. Так что давайте проверим это вместе с вами. Внутри мы поставили сим-карту вот с этим номером, который сейчас на экране. Мобильный интернет отключен. Также мы установили приложение, которое автоматически отвечает на любые входящие смс-сообщения. Посмотрим, сколько же дней в действительности проживет смартфон. Пишите смс-вопросы Droider вот на этот номер. Также он есть в описании. Но Asus Zenfone 3 Max будет отвечать на ваши смски, подтверждая, что он все еще жив. А мы ответим на ваши вопросы, точнее на самые интересные из них в отчетном видео. И там же подведем итоги теста. Два айфона без разъема для наушников уже есть, а вот маленький айфон SE выделяется нехорошо. В интернете появились слухи об айфоне 7 мини. Информация о девайсе всплыла в китайской соцсети Weibo. Вероятно, он придет на смену 4-дюймовой модели SE. Не исключено, что гаджет получит дизайн айфона 7, технологии 3D Touch и сенсор Touch ID второго поколения. Цену могут сохранить в районе 400 долларов, что весьма приятно, в отличие от маленького дисплея. Ну а представить должны в следующем году вместе с новыми айпэдами. Помните, недавно музыку ВКонтакте легализировали? Ну а не просто так, а обещались на этом как-то заработать. Так вот, на днях в коде плеера обнаружились строчки, включающие рекламные аудиоролики между треками. Судя по всему, они будут воспроизводиться в конце песен, так что при перелистывании музыки реклама надоедать не будет. Протестировать фишку можно уже сейчас, добавив несколько строчек на сайте. Пока не ясно, будет ли реклама отыгрываться после каждого трека или пойдет блоками после нескольких. Ну а судя по всему, будет возможность привязывать конкретные рекламные кампании к конкретным трекам и исполнителям. Отличный, кстати, таргетинг получится, если это вообще законно. Вероятно, это один из способов обещанной монетизации. И не самый противный, я бы сказал, наверняка будет еще и подписка, как в Apple и Google музыке. Машин будущего в последнее время было представлено немало, в том числе и от крупных автоконцернов. Но на вопрос, на каких мотоциклах будут ездить лет эдак через 10 или 20, ответила только компания BMW. Концепт Motorrad Next 100 от Bavard представляет собой самобалансирующийся байк с кучей электроники внутри. Мало того, что с него будет очень сложно упасть, создатель даже предлагает вообще не использовать шлем. Такой он будет безопасный. Вместо него на голову будут надеваться очки дополненной реальности, которые будут проецировать перед глазами водителя навигацию и другие параметры, необходимые во время езды. Также, судя по ролику, электрический конец может помогать на дороге в опасных ситуациях и, возможно, будет иметь автопилот. Но пока немного рано загадывать, подобная самобалансирующаяся система появится не раньше 2030 года. Так что следим за новостями. Других подробностей, к сожалению, пока нет. Супер стильный аксессуар для фанатов винила был показан на площадке Kickstarter. Проигрыватель Maglev Audio не просто будет воспроизводить теплый и любимый меломанами звук, но и сможет украсить собой интерьер, да и поразить гостей. Дело в том, что диск с пластинкой как бы парит в воздухе, используя магнитную подушку. И кроме самого эффекта, который просто радует глаз, вроде как это еще и способствует качеству звука. Чем меньше вращающихся и соприкасающихся деталей, тем чище звук. Что касается настроек, тут стандартная история. Можно менять скорость вращения от 33,3 до 45 оборотов в минуту. Никаких умных фишек не предполагается. Единственное, есть встроенный аккумулятор, который не дает упасть диску, если вдруг отрубит электричество. На момент записи сбор средств еще идет, но почти достигнута заветная цифра в 300 тысяч долларов. Ну а цена одной вертушки по бредзаказу составит 780 долларов. Не так уж и много для такого чуда. Интересно только, будет ли в реальности это так же круто работать, как показано на видео. И это вопрос. Еще один стартап решил совместить целых две полезных штуки. С одной стороны пауэрбанк, с другой стабилизатор для съемки видео со смартфона. Посмотрим, что получилось. Сравнительно компактный и простой в использовании девайс под названием Smooth может работать как с айфонами, так и с андроид устройствами. Конечно, есть некоторые ограничения. Размер экрана от 3,5 до 6 дюймов. Видимо, больше просто в прищепку не влезет. Кроме съемки роликов с эффектом стабилизации, также есть несколько режимов. Например, автоматическая панорама или проездки. Ну а если батарейка в смарте села, то внутри гаджета есть тот самый пауэрбанк. На 5200 мАч подрубаем и снимаем шедевры кино и блогинга дальше. Ну а подключается все, как обычно, по Bluetooth. Деньги на старт производства собраны. Почти в 10 раз больше запрошенной суммы. Так что я надеюсь, что гаджету быть цена предзаказа составляет 120 долларов за штучку. Ну и напоследок, весточка от Xiaomi. Правда, речь пойдет не о новопредставленном гаджете, который наверняка был даже на прошлой неделе, потому что они там штампуют их как сумасшедшие. А об утечке, которая намекает нам о будущих смартфонах или даже о целой линейке. И да, он или они будут гнуться. Так-то, в ролике показано, как работает интерфейс оболочки MIUI 8, которую легко узнают пользователи данных китайских аппаратов. Какого качества экрана разрешения не говорится. Да и на видео это непонятно. Видно только, что он очень тонкий и сенсорный. То есть у китайцев уже есть рабочий прототип. Осталось придумать концепцию и корпус для этого чуда. Зачем нужен гнущийся смартфон и как его гнуть, я пока не знаю. Напишите в комментариях, может быть у вас есть какие-то предложения. Но, скорее всего, компания Xiaomi выпустит этот смартфон раньше остальных. Может даже опередит короля гнутых Samsung. То есть по-настоящему сгибающийся, чтоб прям пополам. Но все равно, скорее всего, это произойдет не раньше, чем через года три. Но какие-то рабочие прототипы, я думаю, можно будет встретить уже через год на разных выставках. Всем пока и спасибо. Ну а если вы ментально с нами, подпишитесь на наш канал. Ну а с вами были, как всегда, Валерий Истышев и Борис Веденский. А еще можно подписаться на нас вконтакте, в инстаграме, в фейсбуке, в твиттере, в телеграме и в вайбере. Подписывайтесь, следите за новостями гаджетов и увидимся. До встречи в будущем. Пам. Держите. Часы. Смотрите, какие тут страсти разгораются. Бэтмен, следите за вами, Бэтмен.